В этой квартире на улице Черновицкой, дом 21, корпус 1, проживает семья из трех человек. Муж, жена и их 10-летняя дочь. Девочка хорошо учится, но с рождения у нее развелась инвалидность по слуху. Теперь любое заболевание только усугубляет ее проблему. Родители девочки переживают о том, что дочь может простудиться в любой день из-за того, что в квартире очень холодно, а батареи чуть теплые. Днем и ночью в комнате Марии работает электронагреватель. То есть получается, что мы платим за свет дополнительно, мы оплачиваем горячую, холодную воду в системе отопления и ничего за это не имеем. Евгений отмечает, что за текущий отопительный сезон по меньшей мере четыре раза обращался в управляющую компанию по поводу холодных батарей. Главный инженер организации приводит другие данные. Была одна единственная заявка на то, что нет отопления в квартире от 10-го, 11-го, 19-го года. Были проведены работы, воздух спустили, все заработало. Остается загадкой, как мимо управляющей компании могла пройти заявка Евгения о проведении экспертизы температуры воды в доме на входе и на выходе. 20 января представители РМПТС совместно с сотрудником управляющей компании произвели замер температуры воды в доме. Комиссия должна была поставить меня за час-полчаса в известность, так мне сказал начальник отделов теплосети. Я должен был присутствовать на измерении температуры на входящей точке, то есть что мне подает на дом ТЭЦ. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы был решен вопрос, либо ТЭЦ не дает нормальную температуру на вход, либо у нас где-то в доме за счет, может быть, старых систем отопления у соседей происходит теплопотеря. В результате, по словам Евгения, ему предложили подписать уже готовый акт измерения температуры, не приглашая его на замеры. Судя по документу, на входе в дом вода имеет температуру 73 градуса, а на выходе 46 градусов Цельсия. Евгений не согласен с данными значениями и в доказательство этого проводит несложные эксперименты самостоятельно, измеряя температуру воды, циркулирующую в батареях детской комнаты. Берем кран Маевского, подставляем посуду, открываем кран Маевского и набираем жидкость. Спустя некоторое время в набранную воду были опущены два термометра, и через пять минут они показали свои значения. Обычный градусник для тела нам, к сожалению, показывает 26 градусов, 28, то есть самое начало шкалы, дальше даже не видно. Теперь берем градусник для жидкости. Оп, те же 25-26. Возникает два вопроса. Может ли такая температура воды обогреть трехкомнатную квартиру? И как в радиаторах жидкость оказалась холоднее, чем в акте, составленном день назад? Своё мнение по этому поводу высказали представители управляющей компании. Мы, может быть, на тот день РМПТС прибавили температуру, провели экспертизу, нас вызвали, мы присутствовали. Жильцы этого дома не знают, кому верить, но планируют решить свою проблему. Я записался на прием к управляющему теплосети Рязани. Дальше я планирую все-таки пригласить представителей независимой экспертизы, составить. Есть определенные таблицы, которые позволяют рассчитать теплопотери в домах с определенной толщиной стен, с определенной системой отопления, с определенным давлением на входе. Но не может теряться 35-40 градусов между входящей температурой и температурой в квартире. Значит, подозреваю два момента. Либо недотапливает ТЭЦ, что вполне реально в наших условиях, либо расположены рядом теплоузел. Возможно, не хочу быть голословным, поэтому скажу, возможно, по команде с управляющей компанией просто укручивается вентиль конкретно на этот дом. Объясню, почему я так думаю. В нашем квартале есть панельные дома. Если туда подавать такую же температуру, и там будут такие же теплопотери, у них в квартире ноль будет. Несмотря на то, что ситуация остается неопределенной, главный инженер управляющей компании говорит о том, что организация готова оказать содействие жильцам. Мы можем оказать им содействие без проблем, пусть обратятся. Диспетчерская работает круглосуточная. Могут обратиться в диспетчерскую. Могут обратиться к мастеру участка непосредственно, Ларин Андрей Владимирович, могут обратиться ко мне, как ему удобнее. Можем послужить, скажем так, буфером между жителями и теплосетью. Пока неизвестно, каким буфером служит управляющая компания между жителями и теплосетью, жители этого дома продолжают надевать теплую одежду в своих квартирах. В это же время они намерены добиться справедливости, ведь ранее в этом доме существовала такая же проблема с горячей водой. Она была чуть теплой. По словам жителей, за один шаг до того, как они обратились в прокуратуру, управляющая компания исправила ту проблему. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».